доброе утро друзья так я сейчас себе сделала помидоры здесь помидоры соль и оливковое масло и все там у меня тост готовится готовится ну да поджариваются и авокадо меня тут был половиночка сейчас я вот это все завтра такой будет патчи нацеплю тут что-то глаза припухли маленечко чарли уже на страже ждет свои вкусные чучи чтобы я ему дала чарли дон дэста чучи дон дэста чучи дон дэста чуча ки смотрите вот если я ему дам целую вот эту вот он оттуда ничего не возьмет видите у меня очень воспитанная собака видите целое ведро там всяких вкусняшек но он даже и отворачивает морду это если дашь одну вкусняшку он ее я просто удивляюсь насколько мне попалась воспитанная ну конечно воспитание все зависит от меня но умный собакой умные собака это вообще это что-то с чем-то мою счастье скажи дай пожрать нормально как обычно это патча будет у меня на подбородке ничего нового не так как мне нравится ну ладно хоть так сейчас покажу вам что у меня получится вот такой завтрак получился тостики с томатом из авокадо помните когда на 8 марта встречалась с девчонками гуля ела такой тостик вот я решила тоже попробовать и кофейный напиток с пшеным молоком прикольный вкус прошли праздники на улице народу вот сводите как никого праздники скидки все прошло скидки там нету все распродали так что уходим вот так спокойно никто не мешает зашла в примор масочки кое-какие купила смотрите сейчас у нас в моде вот такие чуни так смешно они так выглядят но знаете смешно-то смешно все смешно мне раньше было смешно кроссовки с платьем а сейчас это оказывается не только модно но еще и супер-пупер удобно а мне одно я там шампунь один купила одно купила один мне для него нужно какая-то и какая штучка мыльница короче мне нужно для него ну-ка зайдемте посмотрим тут обычный китайский магазин что-то на витрине мыльницы видела а так не видела нет мыльницы там не оказалось так вот по 15 евро обувь пойдемте тоже посмотрим раз уж такое дело вот это обувь вся папе по 15 евро тапки мои вот эти тоже по 15 зашла в магазин теги называется здесь вот все подряд все на свете продают сейчас вот найти только какую-нибудь мыльницу мне надо смотрите какая для картошки толочь 3 евро стоит прям как потолки уж так показалки уж это у меня какая-то есть она плохо толкется картошку все огнется какая-то правда я картошку ем раз в полгода и я вот каждый раз как подхожу к толкушке говорю я картошку редко ем и ухожу смотрите яйца резать всякая всятина есть терки здесь есть такой огромный магазин вроде как и недорого но это ходе только не китайский смотрите какие игрушки 25 евро огромная такой медведь зачем я в игрушки сошла так чуть навалено непонятно не пройдешь так пойду посмотрю где есть кухонные ванны принадлежность да 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 вот сюда какие-то коробки принципе вот такой чипизденчик не пригодит ну как это не понадобится годится нужно такой чипизденчик положить руб 50 стоит какой лучше этот или тут мне кажется ты творче типов жильда типов жиль для чего я вам сейчас дом покажу для чего так я потому что не вижу с той стороны ванны принадлежность все такое тут может быть это это организация организовывать через внутри евро стоит для косметики ну-ка ну-ка вот тут а мыльницы нет нам сейчас подождите вот мыльницы вот они мыльницы таки о прикольно маленькая штучка 55 копеек все стоит слушать даже лучше чем вот этот чипизденчик только какой-то цвет нехороший мне в принципе прям маленький надо для одного потом если не найду что-нибудь получше куплю другой получше чего-нибудь правильно вы как думаете пишите в комментариях так что мы больше ничего не надо ну так зырки попялить можно все-таки зашла за чарли погулять с ним чтобы он пробзелся тут вот какие-то собачки тоже бегают не особо ухоженные до чарли а то чем будь дома в такую погоду классную шикардосну сидеть в общем что я тут купила смотрите шампунь вот такой вот как он называется даже не знаю как его назвать сейчас прям в моду входит такой шампунь напишите вы пользуетесь им или нет я вот хочу попробовать здесь вот такие буквы мелкие что и хрен прочитаешь но типа хороший для меня напоминает обычно мыло фону даже пахнет не вкусно от слова совсем но она био поэтому может быть видите шампу вот я хотела для чего мыльницу смотрите как он подошел прикольно попробую у нас вот тик токи вот особенно хвалят потому что в тик токи мне попадается 50 на 50 испанские блогеры и и русские и вот я подписана на многих испанских там на бьюти и вот и всякие новинки и вот они пробуют вот это шампунь и знаете говорят с первого раза как бы не нравится но потом становится намного лучше волос и все такое ну не знаю попробую вот улегся он сейчас меня потерял такой весь испугался гляжу на него бегу я около дерева стою он бегает чарли да ты потерялся он дэста маме ай кжимами дон дэста ай я тебя потерял бегает такой я ему зову он не знает откуда слышат звона не знает где он да 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 мою счастье потерялась такой радостный потом увидел меня ой радость такая была счастье такое было нашлась нашлась пропажа все все иди садись вот так видишь молодец будем дальше снимать вот и в общем буду пробовать и вот такой вот мыльницу специально купила для нее поставлю сколько на 30 раз на 30 раз сейчас буду изучать или с лупой наверное тут такие буквы цифры буквы вообще а еще в приморье знаете что они могут например вот эту вот наклеечку наклеить на испанский язык читай как хочешь вот потом скупила в приморье тоже пару масок корейских витаминные по рублю что-то у меня прям как-то кожа после зимы не очень сушит и все такое дезик купила вот этим дезодорантом пользуюсь уже наверное всю жизнь знаете переходила на другие на новом новом модные там навороченные но мне вот этот больше всего нравится или всегда переходила к этому хотя у меня там пару-тройка еще одних есть дезиков но вот этот вот дав от него не потеешь и в общем мне нравится супер и купила еще вот такой вот тоже в этом магазине тэдди венчик вот такой он силиконовый потому что знаете много раз хочется сделать какой-нибудь соус или еще что-то прямо на сковородке а венчик-то железный и в общем-то шкрябок по сковородке не очень хочется и всего-то рубль пятьдесят копейки такой небольшой удобный будет потому что прям малипусники такой прикольный что-то меня знаете все смотрите ножницы все одного цвета что-то мне на розовую уже перетянула что ли действительно мне нравится вот этот цвет мятный наверное да называется классный вот так что вот такие вот у меня я хотел еще тенюшки одни на купить в кико мне прям очень понравились тоже увидела в инстаграм но почему-то их там не оказалось ну да ладно а вообще вы знаете вчера я что хотела ходил искать вчера мне позвонила ну не позвонила по ватсапу прислала цвет прям глаза родственница которая родила я вам говорила да у нас пополнение в семье вот и здесь знаете какие традиции обычаи не знаю как это назвать когда рождается ребенок ну вот как на смотрины надо идти сейчас перевернет мне все как бы как на смотрины надо идти до только не ждут не 40 дней ничего ну когда хочешь тогда идти особенно если близкие родственники хоть не вылази от них но так как ситуация такая сейчас в общем то не очень и то есть не родственница сама уже написала не мужа мне потому что муж вообще он не не отвечает не смотрит говорят когда хотите приходите посмотрю посмотреть на валерию вот но дело в том здесь тоже такие обычаи что с пустыми руками не идешь что ты покупаешь маленькому ребеночку да обычно знаете даже как у магазин таких у магазинов с одеждой ну и с такими атрибутами для новорожденных есть такая услуга мама значит до рождения еще ребенка составляет список что ей нужно ну падав смысле подарков да ну и такие вот цены разные там указывает и оставляет этот список в этом магазине и потом просто когда вот я например не спрашиваю почему-то они так не сделали знаю другой родственники так его было я я спрашиваю что купить новорожденным ну знаете чтобы не нести там сто пятьдесят пятую рубашку или сто пятьдесят пятый какой-нибудь чепчик просто вдув тем более близкие родственники спрашивают что купить вот и она мне говорит вот и сходи в тот магазин я там оставил это как-то даже называется я не помню как это называется но в общем ты сходи говорит в тот магазин и выбери из списка что там тебе подходит по цене и все такое вот и вот я помню как мы однажды покупку ходили в этот магазин там оставалось что-то две-три вещи и вот мы эти все три вещи забрали я помню один валик такой вот чтобы знаете ребеночка положить либо на бок либо куда и вот под спинку этот валик положить какой-то пола какой-то помню этот пледик и еще что-то уже не помню вот а в этот раз что-то они так не сделали в общем она мне говорит купить что-нибудь к лету потому что сейчас вообще все есть я так думаю купить что-нибудь к августу но опять это надо ходить выбирать потому что я же профан в детской одежде там на для новорожденных подсчитать еще возраст прибавить к этому возрасту потому что сейчас написано на одежде одно а дети они более крупные а это девочка родилась ну нормально 3 500 мамам родилась так что вот так вот я и муж такой да пойдем а я ему говорю говорю вот написаны написали пойдем с а он такой о пошли пошли я вот чё пошли говорю мне ничего нету как с пустыми руками тита ему по барабану вообще ну я-то планирую тортик какой-нибудь испечь знаете для для мамы она любит мои блинчики например там еще чего-то так что вот так вот надо вот выбирать что-то а муж такой ну вот завтра берешь машину едешь гранату да все бы было ничего только мне в этом месяце слишком много надо денег как всегда как обычно мой потому что платить налоги потом у меня страховка на машину заканчивается как раз в этом месяце в общем трындец капец еще эти всякие новорожденные ну ничего выкрутимся улегся рядом с мамой у меня там сережки лежат вот сережки лежат они такие висючие и я в них постоянно задевалась сейчас сняла потому что болит прям знаете вот отсюда вот так вот все болит ну ничего страшного поболит поболит перестанет как у меня бабушка говорил голова не жопа завяжи да лежи так ладно времени еще мало я наверно сейчас пропылесох у меня там еще стоит стирка надо ее разобрать и потом уже пойду кушать готовить а на обед у меня сегодня будет грибочки пожарить картошкой как он такая идея у меня грибочки там валялись вешенки в холодильнике я думаю как раз их оприходовать а может там колбаса вчерашний осталось тоже съест ну картошка это ему больше чем не грибы он не любит не понимает я сначала обжариваю всегда лук я не люблю вареный лук поэтому я всегда его сначала обжариваю куда бы я его не добавляла кто-то мне писал в комментарии что все так делают нет не все некоторые наоборот сначала грибы делают а потом лук но мне кажется он так по таким образом становится вареным либо же много воды поэтому кто как любит я люблю так сейчас на сильном огне их это и когда они будут практически готовы добавлю картошку не знаю правильно это неправильно но у меня так сняла тикток несмотря на то что башка борит но ничего страшного подурачиться можно всегда так что вот так а что вы едите пост меню какой нибудь есть сейчас это знаете даже пост мне кажется это не совсем актуально потому что столько разной еды ведь раньше пост это как бы воздержание от чего-то да а сейчас это действительно превратилась диету главное чтобы как бы говорить мысли собрать скучку и было не было никаких таких негативных жить по 12 он все забыла в голове голове сидит а сказать не могу представляете не исповеди я как это не убей не это все такое не обмани как это называть не помню в общем жить в ладу и само собой и с людьми это намного труднее знаете чем воздержаться от еды какой-то там тем более сейчас это вегетарианство живет и процветает и тебе и котлеты есть и все на свете то есть даже не заметишь что ты на паспу сидишь поэтому как бы не знаю я недельку попробую не попробую посижу так главное чтобы мысли были правильном направлении и усе ну все сейчас вам покажу конечный результат ну а вот мой обед грибы со вкусом картошки потому что картошка вся осталась здесь муж не любит грибы а я их обожаю и у меня были помидоры вот такие вот что-то помидорчиков захотелось и вот достала помидорчики а этом буду делать кабачковую икру попозже все всем приятного аппетита делаю кабачковую икру там у меня же обжаривается лук с морковью и вот кабачки я уже порезала потом тоже туда отправлю про делаю а мужу вот в картошку которая осталась я ему сюда тут иногда грибы тоже появляются в общем делаю такую тортию де патата запеканка картофельная вот и с колбаской вчерашней колбаска здесь осталось ничего не пахнет так что чаек заварила себе пшенкой отдает потому что чай с пшеничным молоком там там еще какой-то процесс идет видите как будто вот как сварнулась что ли но нет в общем как-то так у меня тут еще смотрите пастила осталось буквально два кусочка сейчас пастилой попью кулечки в таком сейчас просто там до жарится и тортию сделаю пойду же чай нормально пить наслаждаться а выпьем за любовь пусть горят не знаю чё там что-то горит выпьем за любовь за любовь я какая вкусная у меня будет корочка и Смотрите какая кабачковая икра у меня получилась. Ммм, слюнки прям текут. Что-то мало, надо было побольше сделать. Снимаю пробу. С хлебушком. Никакая магазинная не идет даже в сравнении. Я тут кашку варю себе сейчас. На молоке. Пшенную, но пшен на молоке. Сейчас сварится, покушаю и пойду с Чарли гулять. Музыка. 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 Ну, я уже вышла из душа. Помыла этим шампунем. Вы знаете, сначала руки вот так вот мазала А потом просто как мылом намазала себе голову Не могу ничего сказать Потому что у меня волосы испорчены Жены весь Как бы он не совсем солома Но посмотрим Вот Так что Сделала себе масочку Приготовилась к рабочей неделе Ну и решила с вами уже попрощаться До завтра Всего вам самого лучшего Всем пока-пока